Привет! Сегодня рассмотрим, как можно исправить определенные артефакты на Normal Map, полученные при запекании. Информации с High Poly на Low Poly прямо в Substance Painter, без экспорта нашей карты в сторонние программы для правки, например, такие как Photoshop. Мы не рассматриваем, насколько это правильно применять данный метод в той или иной ситуации. Конечно, идеально решить все проблемы с нормалкой еще до стадии бейка. Но зачастую без корректировки наших карт не обойтись. И мы приступим к этому процессу прямо в Painter. Здесь уже подгружена Low Poly модель. Настройки бейка мы не рассматриваем подробно. Скорее, наша задача получить видимые артефакты после запекания, для того, чтобы посмотреть наглядно, как можно корректировать наши нормали без выгрузки в сторонний софт. Мы завершили бейк и можем обнаружить различные артефакты на нашей модели. Обращаем внимание на такие недоразумения. Вот здесь. Здесь. Также в этом месте покрутим с разных ракурсов, чтобы понять, что далеко не все прошло гладко, и артефактов для исправления достаточно. Для того, чтобы более наглядно увидеть неудачные участки после запекания, можно переключиться в отображение нашей Normal. Поработать есть над чем. Переходим непосредственно к правке. Создаем новый Fill Layer. В меню Слои в верхней части иконка Add Fill Layer. В меню Слои, Layers, в выпадающем окошке выбираем Normal. Переключаем режим наложения слоя на нормалку. Теперь в меню Properties Fill оставляем активной только нормалку. Переходим в меню Texture Set Settings. Опускаемся ниже. Находим вкладку Normal Mixing. И переключаем режим на Replace. Мы заменили нашу запеченную Normal. И теперь в меню Properties ниже в слот нормалки закинем нашу запеченную карту. Найти ее можно в ресурсах, а именно в текстурах нашего проекта. Берем нашу нормалку. Переносим в слот Normal. И непосредственно можем приступать к исправлению артефактов на ней. Нажимаем на наш Fill Layer. Добавляем Add Paint. Здесь также в меню Properties оставляем активным только Normal. Также переключаем режим смешивания на Normal. И, наконец, можем приступать к магии, используя различные кисти, их интенсивность, прозрачность. Вот как это выглядит на нашей нормалке. Но даже с банальным рисованием, стандартным цветом нормалки результат уже вызывает меньше шока. А вам как кажется? Все это для того, чтобы понять принцип исправления нормал в Substance. И можно пойти далее в ваших творческих порывах, экспериментируя со всеми возможностями рисования в Substance Painter. Использовать различные кисти, менять их характеристики, применять ластик, штамп, всеми любимую пипетку, инструмент для захвата цвета и тем самым творить самые настоящие чудеса своими руками. И не забываем про 2D-режим. Это тоже иногда очень удобно. Если это видео было полезным, оставьте ваш лайк и коммент. Удачи!